С просьбой отремонтировать проезд во дворе обратились главе города жители дома номер 6 по улице Новосадовой. За счет спонсоров жильцы смогли благоустроить детскую и спортивную площадки. А вот дорогу пока не привели в порядок. Несколько раз горожане уже посылали заявки на участие в федеральных и городских программах. Но пока ремонт все время переносят на более поздний срок. Все мы уже вот так вот через спонсоров не можем делать. У нас вот осталось последнее, это сделать нам дорогу дворовую. Там, я говорю, там 150 метров. Кроме того, жители обеспокоены большим количеством надстроек на доме и на первых этажах здания и на крыше. Жители беспокоятся за целостность фундамента. Глава Самары ответила, что дорогу отремонтируют в следующем году, потому что в этом уже заключены все контракты на работы. А законность и потенциальную опасность надстроек проверят специалисты департамента градостроительства и районной администрации. По дороге решили в следующий год, да, и контролируем, чтобы это было в бюджете. А по помещениям, если вы мне на приеме говорили, я подниму документы, какую проверку они осуществляют. И тогда мы по-новому пойдем. Еще один вопрос, который поднимался во время приема граждан, это новые возможности для развития туризма в городе. Историк-любитель Александр Назаров много изучал битву Тимура и Тахтамыша на реке Кондурче. Территории недалеко от Самары стали участниками исторического события. Мужчина уверен, можно провести тематические выставки, дискуссионные клубы и другие акции, которые будут интересны самарцам и гостям города, а также расскажут молодому поколению об истории родного края. Все согласны, что это было большое событие. Мы сегодня, я во всяком случае пытаюсь обозначить историческое место этой битвы, вообще в мировой истории, в становлении российского государства, ну и собственно говоря, как важная эпоха золотоордынского периода в истории Российской империи и вообще российского государства. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Константин Головин. События.